Люди обычно мучают своих ближних под предлогом, что желают им добра. Если родственники не вспоминают вас, когда вам плохо, не вспоминайте о них, когда вам будет хорошо. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Боже, избавь меня от друзей, а от врагов я и сам избавлюсь. Близость человека определяется степенью волнения за него. Вот в чем беда с близкими родственниками, как врачи-извращенцы, они знают, где самые больные места. Возможно, глядя, как страдает любимый человек, мы способны многое понять, и даже больше, чем когда страдаем сами. Я могу вытерпеть голод, и с холодом могу справиться, но есть одно, чего я не могу вынести, страдания близких людей по моей вине. Только самые близкие люди, переживают твои проблемы вместе с тобой, остальные просто слушают. Родная кровь — это вечные проблемы. Страдаешь то за нее, то из-за нее. Кого любишь, тот и родственник. С родными и близкими всегда найдется чего делить и из-за чего ссориться. Одиночество — это не когда ты теряешь близких людей. Одиночество — это когда близкие становятся чужими. Мы не знаем, как долго мы сможем быть рядом с самыми дорогими нам людьми. Наслаждайся. Если люди родные по крови, но не близкие по духу, люди чужие. Вражда с родными гораздо тягостнее, чем с чужими. Семью определяет некровное родство, семья — это те, о ком ты заботишься. Поэтому вы для меня больше, чем друзья, вы — моя семья. Оказывается, не нужно иметь сильные руки, чтобы убивать родных, хватит и гнилой души. Каждому из нас случается наедине с собой переоценивать своих ближних. Учитесь посылать людей, туда, куда дорога им. Вы так избавите себя, от тех, кто кажется родным. Иногда люди становятся нам близкими только потому, что когда-то они сказали одну, единственную фразу. Чтобы поссориться с родственниками или друзьями, начните совместный бизнес, и результат, через какое-то время, непременно будет. Братья с сестрами постоянно цапаются, но друг другу обычно доверяют. Мои родные, среди которых я вырос, — это не семья, а генетическая катастрофа. Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления, как праздника. У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у любимых те, от которых страдаем мы сами. Близким людям свойственно заботиться друг о друге, иначе, они либо не близкие, либо вовсе недалекие. Если научишься выносить ближних, легче станет выносить себя. Самый болезненный удар наносят близкие люди, так, как тот, кто рядом никогда не промахнется. Мы охотно замалчиваем недостатки ближних, если это не грозит нашему благосостоянию и не обесценивает собственных наших достоинств. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Каждому ребенку нужны близкие люди, а если их нет, чего не делай, все не то. Пребывающего вдали ждут и любят. Находящемуся рядом предъявляют претензии и бывают им недовольны. Не надо верить зеркалам, они лживые, только любовь в глазах ближних является истинным отражением. Для сильных чувств нет преград, даже через годы они находят путь к любимым. Если видишь близких людей каждый день, забываешь, как много они для тебя значат. Мы тратим месяцы и годы не на тех людей, а уделить несколько часов близким людям, нам почему-то очень сложно. Для меня мир — это те, кого я люблю, без них не будет мира. Те люди, что были самыми близкими, способны в наших глазах порой упасть так низко. К близкому человеку всегда можно вернуться, на то он и близкий. Приятно встретиться с дальними родственниками, как можно дальше от своего дома. Легко любить дальних, но не так-то легко полюбить ближних. А все-таки, наверное, хорошо знать, что там, где горит свет, кто-то может сидеть и думать о тебе. Ты никогда действительно не осознаешь, сколько людей о тебе заботится до тех пор, пока все они от тебя не отвернутся. Своих ближних легче переваривать малыми дозами, и это блюдо к тому же не подсолишь. Все можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить. Те, кто вечно заботится о незнакомых людях, зачастую не замечают, о ком им стоило бы заботиться. Судьба по-всякому может столкнуть двух родных людей. Знакомых у меня полно, друзей же немного, а тех, кто действительно меня знает, и того меньше. Слишком много бывает только родственников, родственных душ всегда мало. Никогда не надейся на своих родных, иначе ожидание чего от других, может сделать себя зависимым и слабым. Старайтесь, напротив, помогать и заботиться о ближних, не требуя чего-то взамен. Никогда не угадаешь, кто достоин доверия. Самые близкие порой предают, самые чужие неожиданно помогают. Мы меньше всего думаем о близких, когда они есть, и больше всего страдаем, когда их нет. Цените моменты и людей, которые рядом. Жизнь непредсказуема, в любой момент близкого и родного человека, может не стать, так что, не ругайтесь из-за пустяков, просите прощения, миритесь, обнимайтесь, и говорите, как вы сильно любите. Они рядом, а значит они самые близкие. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный материал, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать, новые наши материалы, и делитесь с друзьями. И напишите в комментариях, нам будет интересно, ваше мнение и какая цитата понравилась именно вам. До следующей встречи.